27 февраля в 11 вечера был убит Борис Немцов, бывший первый вице-премьер России, бывший губернатор Нижегородской области и один из лидеров российской оппозиции, сопредседатель партии Парнас. Сегодня поговорим об этом убийстве и об увековечивании памяти этого человека и этого события. Борис Немцов был убит в ночь с 27 на 28 февраля и уже к утру на месте его убийства на Большом Москворецком мосту стал появляться стихийный мемориал. Люди, москвичи, приносили цветы. И известные москвичи, и менее известные москвичи, и обычные жители города. И там уже днем была большая гора цветов. И я прилетел, я сам был в Киеве, сразу прилетел и тоже с цветами. К вечеру весь Большой Москворецкий мост был в цветах, и люди продолжали приносить цветы на место убийства до, ну, буквально до сих пор. Через 30 дней после убийства в ночь с 28 на 29 апреля какие-то люди в штатском, вроде бы работники московской мэрии, но точно непонятно, собрали все, что было на мосту, весь этот стихийный мемориал в мешки, цветы, свечи, портреты, и увезли его в непонятном направлении, и, видимо, выбросили на свалку. Это возмутило очень многих, в том числе меня. Я прибыл на место через 20 минут после этого события, и там было абсолютно пусто, это меня совершенно взбесило. Я поехал купил цветы сам, и помог организовать систему для восстановления этого мемориала. В течение следующих примерно 10 часов мемориал был восстановлен. Люди из разных регионов страны заказывали цветы через интернет, и волонтеры доставляли эти заказанные цветы на мост. Ну и, естественно, опять же, москвичи принесли очень много цветов на мост, и мемориал был восстановлен буквально сразу. Таких событий, как убийство Бориса Немцова, в современной России еще не было. Политическое убийство – это посягательство на основе конституционного строя и вообще государственного устройства страны. Я напомню, что государственное устройство страны – это не президент Владимир Путин. Президентом может быть любой человек. Основа государственного устройства России состоит в том, что у нас есть политики, которые конкурируют за власть на выборах, избираются в городские и областные думы, в Государственную думу и в президенты, и те, кого выбрали граждане, те и становятся руководителями. Понятно, что у этой системы есть много проблем, о которых мы сейчас говорить не будем. Однако основа нашего государства – она такая. И если в этот процесс формирования власти в государстве пытаются вмешаться люди с оружием и убивают одного из претендентов на то, чтобы быть в Государственной думе или на то, чтобы идти на президентские выборы, то это посягательство на основе конституционного строя, вообще на основе всего, что у нас в стране происходит. Это экстраординарное событие, которое очень важно запомнить, увековечить и не забыть. Это многие понимают, и сразу после убийства на месте убийства стали появляться цветы. Понятно, что эти цветы сразу стали появляться скорее в памяти человека. Бориса Немцова очень многие знали, лично, и в том числе я. И что ты еще можешь сделать, когда его убили? Принести цветы на место убийства. К середине дня там возникла большая гора цветов на месте убийства, и весь мост был в цветах уже к вечеру. И люди продолжали нести и нести и нести цветы в течение месяца после убийства. Сейчас прошло уже 33 дня. Если убивают политиков, то вся ситуация в стране меняется. Если для того, чтобы попробовать претендовать на власть, даже в нашей этой системе с нечестными выборами и всем остальным, тебе нужно подвергать свою жизнь риску, то совершенно другие люди идут в политику с другими убеждениями и другим жизненным опытом. Поэтому такое событие для страны очень важно. И важно не дать его забыть. Поэтому вся эта история с мемориалом, кажется, мне чрезвычайно важна. Такие события с убийством политиков такого масштаба в мире происходят довольно редко, к счастью. Но когда они происходят, события развиваются так же, как в последний месяц в Москве. Например, после убийства в супермаркете министра иностранных дел Швеции Анны Линб на месте убийства очень быстро возник огромный стихийный мемориал из цветов, который потом был заменен на постоянный мемориал, напоминающий, что здесь был убит государственный деятель. Когда в Израиле был убит премьер-министр Ицхак Рабин, то так же возник стихийный мемориал, и площадь, где он был убит, переназвали, она была площадью царя Израиля, и она была довольно быстрая, ее переназвали в площади Ицхака Рабина, и до сих пор она так же называется. Я помню, я жил в Израиле в тот момент, когда был убит Ицхак Рабин, и я ходил в школу, и тогда все уроки в школе начинались с минуты молчания и обсуждения личности этого человека, и экстраординарности события политического убийства, и его влияния на жизнь в стране. Это обсуждалось во всех классах, с детьми всех возрастов, и больше тем в школе для обсуждения в эти дни не было. В России нет традиции как-то помнить негативные моменты своей истории. Мы как-то к смертям и даже к большому количеству смертей относимся так, что это какая-то страница, которую надо побыстрее забыть и помнить о чем-нибудь другом лучше. У нас нет Дня памяти жертвам политических репрессий, вернее, даже если он есть, то он не отмечается как-то серьезно на государственном уровне, нет Дня траура, нет обсуждений на телевидении, нет обсуждений в школах. Он просто вроде существует, но серьезно к нему не относится. И вообще сейчас как-то становится принято даже оправдывать эти политические репрессии, и вот смерть там нескольких десятков миллионов человек, это вроде по мнению многих в стране какая-то оправданная жертва к тому, что должно было быть тогда сделано. Такие мнения могут возникать тогда, когда на уровне государства о ужасах этого времени принято забывать, а о достижениях, наоборот, достижения подчеркивать. То же самое с Днем Победы. День Победы из своего детства, я помню Дни Победы, он всегда был больше Днем Скорби, чем Днем Праздника. Ну, это радость со слезами на глазах, все помнят песни и фильмы, и они все в значительной степени подчеркивали те потери и утраты, которые понесла наша страна в этой страшной войне, нежели подчеркивали какую-то, даже не дай бог, радостность этого события. Сейчас же мы видим, что современная российская пропаганда, она к смерти относится так, что ну это уже забыли, хорошо, но мы будем радоваться и как-то разнузданно праздновать День Победы и вообще забудем про жертвы, и про скорбь, и про все, что с ним связано. Эта особенность России, пренебрежение к человеческой жизни и к событию ее утраты, очень, мне кажется, опасная и плохая, и мы, как общество, должны попробовать ее изменить. В том же самом Израиле, например, самый главный праздник – это День Независимости, но перед ним, за день до него, происходит День памяти жертвам армии обороны Израиля, всем погибшим солдатам и погибшим людям во времени террористических актов. А за две недели до этого есть День памяти жертвам Холокоста. И эти дни на государственном уровне отмечаются по телевидению, трауры больше ни о чем не говорят, кроме жертвы Холокоста или о погибших солдатах армии обороны Израиля. И вот если посмотреть, как это происходит, то включается сирена, и вот утром, утром в День Траура включается сирена, надо три минуты, и все останавливается, останавливаются машины, люди из них выходят. Это очень такое впечатляющее зрелище, по всей стране она работает, минуты молчания по всей стране. КОНЕЦ 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 У нас ничего и близкого нету, потому что для нас человеческая жизнь, и даже много человеческих жизней, это что-то такое, ну, ну, там, лес рубит, щепки летят, как говорят. Мы не должны позволить, чтобы с убийством Бориса Немцова произошло то же самое. Должен быть День Траура, должен быть Мемориал. Если Мемориал стихийный, как сейчас с цветами, значит, никто не имеет права его убирать до тех пор, пока люди считают важным и правильным нести туда цветы. Пока люди несут туда цветы, этот Мемориал там будет. Если этот Мемориал завтра опять уберут, то послезавтра там опять будет в два раза больше цветов. И я этим займусь, и многие другие этим займутся. Этот Мемориал останется, и должен быть памятник. Не обязательно какой-то большой бронзовый бюст, понятно, что это мост, и вообще, может быть, это неуместно, но должен быть памятник, который говорит о том, что здесь произошло такое событие, которое влияет на всю страну, и которое недопустимо абсолютно в будущем. Мы должны сделать все, чтобы его не допустить. И мы с вами должны сделать все, чтобы не дать власти от этого уйти. Власть пытается от этого уйти. Я в последние дни организовал систему доставки на мост цветов от людей, которые живут не в Москве. То есть люди могут приобрести букет в интернете, и волонтеры берут букет и кладут на мост. Очень много букетов таким образом на мост доставилось. Это значит, что люди хотят и готовы класть туда букет, и им кажется это важным, и не только приносить, но и отправлять, если они не могут. Я получил просто огромный ушат помоев на себя от всех провластных структур. Вот, например, там всякие интернет-деятели провластные, называющиеся почему-то себя патриотическими, пишут просто какие-то пачки нелепейших обвинений, что я якобы на этом наживался, что это неуместно, что нам всем надо идти на кладбище, что вообще это все мусор. Конечно же, это не мусор, понятно, что я на этом не наживался, и, конечно же, нам не надо идти на кладбище, потому что на кладбище надо идти родственникам и близким друзьям и знакомым погибшего. Кладбище – это личное, а место убийства – это государственное. И место убийства – это место государственной важности. Оно должно быть увековечено, и никакие боты или там провластные патриоты якобы, или репортажи на канале «Россия-24», рассказывающие, что какие-то там непонятные вроде бы жулики что-то там организовали, не помешают нам сохранить этот мемориал. И я призываю всех сходить туда и принести цветы. Последняя важная вещь в этом видео. Мне кажется, очень важно сохранить такой вот настрой, что будет ли там мемориал и будет ли увековечено это событие и это место зависит не от власти. Нам не нужно их разрешения. Если они решат, чтобы его там не было, то он все равно там будет. Это наше решение, и мы сделаем так, чтобы он там был. Если они уберут, мы опять принесем. Если они опять уберут, мы опять принесем. Они не смогут, у них не хватит ресурсов, чтобы допустить того, чтобы его там не было. Понятно, что они могут поставить туда ОМОН и начать винтить всех с цветами, кто туда приходит, но мы тогда это опубликуем. И мы будем все равно их туда носить. И мы будем это делать до тех пор, пока там не появится постоянный мемориал. Мне кажется, любой нормальный человек понимает, что там должен появиться мемориал, и никакие действия провластных пиарщиков не остановят этот процесс. Еще раз призываю всех прийти на Большой Москворецкий мост. Можно в выходные, когда погода будет получше, оставить там цветы и, может быть, принести фотографии, если у вас есть или рукописные плакаты, в память о Борисе Немцове и об этом событии. Продолжение следует...